все зафиксировать все претензии друг другу у нас никогда с вами не будет такого что претензии уйдут не будет никогда мы вам не забудем все что вы над нами творили никогда мы вам не забудем высылку не забудем алды самашки не забудем эти две войны мы никогда этого не забудем и не простим то есть всегда у нас будут эти трауры эти трауры они конечно же связаны с вашими преступлениями То есть вам, нам с вами нужно разойтись, все эти моменты зафиксировать и потом... Может ли Ичкерия претендовать на части земель Курска и Белгорода, как думаешь? Ичкерия никогда не претендовала ни на какие российские территории, кроме своей исконной территории, нам больше ничего никогда нужно не было. Саламу алейкум, Тумсо, Чеченская республика Ичкерия является национальным демократическим государством, но при этом мы хотим создать чариатское государство, разве это не противоречит? Ах, Люсунни, мне кажется, ты не совсем в курсе всей истории нашего государства, и тебе нужно изучить немножко поправки к конституции, которые были приняты в 2002 году, и, в принципе, сам твой вопрос тогда отпадет, я думаю, начало. Добрый вечер, Тумсо, а почему русские и чеченцы просто, по-твоему, не могут раз и навсегда быть вместе и развиваться, и жить в мире и согласии, ведь русские это достойный народ, с которым не стыдно? Ну, с этим, конечно, можно поспорить насчет достоинства. Смотри, почему распадаются семьи? Вот, казалось бы, почему, допустим, муж с женой поженились и не могут там жить вместе? Но, как правило, их разводу, ну, много причин бывает, явившиеся их разводу, то есть очень много там бывает причин. И если их сформулировать как-то коротко, то это несовместимость. Из-за каких-то особенностей в характере мужа и жены, несовместимых друг с другом, они вынуждены бывают разоветись, потому что дальше они не могут. И это может быть разная культура, там разные взгляды политические, исторические, иные, то есть там очень много всего может быть. Вот подобно этому, ответом на то вопрос будет, мы несовместимы, мы не можем. Вы поймите, что вместе, чтобы быть в рамках одного государства, у этих народов, у них должно быть что-то объединяющее их, что-то общее. У нас с вами есть полно всего разъединяющего, у нас разные религии, у нас разные культуры, обычаи, традиции, у нас разные языки. Мы даже внешне разные, то есть мы настолько с вами несовместимы, что быть вместе мы не можем. И самое главное, что история показывает, что мы не можем. Сколько лет уже Россия пытается нас покорить, держать нас в лоне своего государства, и постоянно это выливается в восстания, в войны, в геноциды. То есть это каждые 50 лет у нас это повторяется. Вы нас и в Кавказскую войну уничтожали, вы выжигали наши села. Потом периодически вновь-вновь появлялись в восстании, у вас менялась власть, режимы. Но что бы у вас там ни менялось, ваше желание держать нас в лоне своего государства, в этой оккупации, оно было всегда неизменно. Приходили большевики, вы нас геноцидили, вы нас высылали, вы экспериментировали. Думая, что нас там, если нас переселить куда-то в Казахстан, то мы там как-то изменимся, я не знаю, ассимилируемся, перестанем быть для вас проблемой. Но никак эта проблема не решалась. Она и сегодня не решена. Даже вот эта конфигурация, которая сегодня имеется в Чечне при вашем наместнике Кадырове, при ваших законах, вроде бы все. Но даже она вас все равно не устраивает. Вы же понимаете, что это как инородное тело. Но вроде бы как, да, Чечня, она сегодня типа в составе России, но в то же время вы видите, что она какая-то не такая, она не вписывается. Кадыров со своим каким-то мини-султанатом, устроенным там в роли падишаха, вот это все, оно, вы же это отторгаете, вам это все равно неприятно. То есть вы не можете эту проблему решить. А причиной является то, что мы с вами, ну, несовместимы. И нам надо разойтись, чтобы, чтобы далее уже, как нормальные соседи, строить нормальные отношения, ездить друг к другу в гости, туристами работать и так далее. Для этого нам надо сначала с вами разойтись, все зафиксировать, все претензии друг к другу. У нас никогда с вами не будет такого, что претензии уйдут, не будет. Никогда мы вам не забудем все, что вы над нами творили, никогда мы вам не забудем высылку, не забудем олды, самашки, не забудем эти две войны. Мы никогда этого не забудем и не простим. То есть всегда у нас будут эти трауры, эти трауры, они, конечно же, связаны с вашими преступлениями. То есть нам с вами нужно разойтись, все эти моменты зафиксировать и потом, так как никуда друг от друга деться мы с вами не можем, мы обречены жить по соседству. И далее мы с вами должны выстроить уже с учетом этих, всех вот этих вот исторических событий, мы должны выстроить с вами отношения. И вот это возможно. Есть прецеденты в этом мире. Сегодняшний Европейский Союз миллионами пролили крови друг друга. И, видишь, сегодня нормально взаимодействуют. Но они не забыли ничего. Поедь сегодня во Францию, и там памятники стоят Первой мировой войны, и это все памятники тем, кто воевал против немцев. Или памятники Второй мировой войны, поедь в Польшу, и там увидишь памятники советским каким-то солдатам. То есть, несмотря на все вот это прошлое, люди как-то, эти люди, государство, они умудрились зафиксировать и далее выставить отношения. Вот нам с вами нужно сделать то же самое. Иначе никак. Приедь на родину, будь мужчиной, говорит. Долго будешь как-то спрятаться. Вообще, можно позавидовать людям, у которых жизненные позиции, жизненные ценности, они настолько легкие. Приехал домой на родину мужчиной. Чтобы стать мужчиной, нужно приехать на родину. Чтобы перестать быть мужчиной, нужно уехать. Ну, то есть, там, где у тебя выбор простой, вот, например, для нас, для нормальных людей, быть мужчиной, это объемное понятие. Туда входит много всего от внешнего вида, заканчивая моральными качествами. Быть мужчиной, это не так легко. И мы вот с детства детей своих воспитывали, мальчиков, чтобы они были мужчинами. Держать слово, попусту не болтать, громко не смеяться, вести себя подобающе. Очень много всего входит в твой, когда для нас, да, вот это вот понимание мужчины, оно для нас очень такое объемное. И вот тут, понимаете, появляется человек, который говорит, будь мужчиной, приезжай на родину, для него все очень просто. Приехал домой, ты мужчина, уехал, ты перестал быть мужчиной. На самом деле, можно им позавидовать, потому что жизнь у них очень простая. Представляете, как ему легко воспитывать своих детей? Он говорит, запомни, сын, если ты на родине, ты мужчина, если уедешь, ты перестанешь быть мужчиной. И все, больше, в принципе, ничего нет. Живи, как хочешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...